Если они приведут хоть один пример, где родственники собрались и изнасиловали свою родственницу в коррекционных целях, я докажу, что это ложь, что в Чечне ни одного такого случая нет. Я допускаю, что один человек может быть тварью. Я допускаю, что в семье могут быть несколько таких тварей. Так, я хочу затронуть еще одну тему, которая мне, конечно, крайне неприятна, и обычно я подобные темы обхожу, обрезгуя их. Но в этот раз я не смог пройти мимо этой темы, поэтому мы сейчас поговорим про ЛГБТ в Чечне. А поговорить мы будем о статье, опубликованной в Кавказ-Реалии 16 июня. Статья опубликована под названием «Права лесбиянок в Чечне. Домашнее насилие. Убийство чести. Коррекционные изнасилования». Это большая статья, в которой приведено интервью некой правозащитницей из печально известной ЛГБТ-сети. Ее зовут Вероника Лапина. И я приведу выдержку из этой статьи, но я ее приведу немного больше, чем нам нужно, чтобы не было никаких сомнений в том, что речь идет именно о Чечне и о чеченцах. Чтобы потом никто не мог сказать Тумсону, может быть, она имела в виду другие республики Северного Кавказа. Нет. Чтобы вы поняли, что речь идет именно о Чечне и чеченцах, я приведу чуть-чуть заблаговременно эту статью. Итак, спрашивают, значит, у Вероники Лапиной, журналист спрашивает. «То есть пострадавших ЛБТ-женщин в Чечне может быть как минимум не меньше, чем мужчин, но узнать о них еще сложнее?» Отвечает Вероника. «Да. Вопрос в том, что они подвергаются другого характера насилию. Если молодые люди подвергаются прямому насилию со стороны государства, полиции, то женщины чаще подвергаются насилию со стороны семьи. И государство этому не мешает. Домашнее насилие, убийство чести, насильственные исчезновения, коррекционные изнасилования – это все делается при потворстве государства властей». Итак, вопрос был, вы слышали, да, то есть пострадавших ЛБТ-женщин в Чечне может быть как минимум не меньше, чем мужчин, спрашивает журналист. И отвечая на вопрос про ЛБТ-женщин в Чечне, Вероника Лапина дает вот этот ответ, в котором она указывает на коррекционные изнасилования. Журналист переспрашивает, вы сказали коррекционные изнасилования? Это я тоже на это обращаю ваше пристальное внимание. Журналист не просто так это переспросил. Вот это вот понятие коррекционные изнасилования, оно сразу же порезало слух, в том числе и журналисту, который брал это интервью. И он уточняет, что-что-что говорит, коррекционные изнасилования в Чечне, на что Вероника Лапина отвечает, да, они применяются к бисексуальным женщинам и женщинам-лесбиянкам, когда их насилуют с целью изменить их сексуальную ориентацию. Из опыта изучения таких практик в закрытых обществах я предполагаю, что такие случаи происходят довольно часто. У меня нет статистики, чтобы я вам сказала, что с этим сталкивалась, например, каждая вторая женщина. Но такие кейсы, конечно, есть. Это делают родственники? Спрашивает журналист. Отвечает, значит, Вероника Лапина. Либо родственники, либо они кого-то приглашают со стороны. Это схожее с практикой изгнания джиннов. Там приглашают религиозного деятеля, который проводит насильственные обряды, палкой бьет. Примерно в таком же виде происходят коррекционные изнасилования. У меня не возникает каких-то вопросов по поводу этой правозащитницы из ЛГБТ-сети. Я не удивлен тем, что мы от нее подобное слышим. И если бы этот текст, этот пост, допустим, о коррекционном изнасиловании в Чечне, она бы опубликовала на какой-нибудь своей странице в социальных сетях, я даже не обойтел бы на это внимание. Просто вот, как будто бы я и не читал. Бывает, это не то, на что я потрачу свое время. Это не то, над чем я даже задумываюсь. Я не считаю нужным обращать внимание на подобное. Но у меня возник вопрос, когда я прочитал вот эту статью, у меня возник вопрос. Как интересно проходила процедура одобрения этой статьи в редакции «Кавказ. Реалии». Вот мне интересно, как вы собрались, редакторы, и как было принято решение, что вот эти вот слова, оскорбляющие всех чеченцев, весь чеченский народ, как они оказались вот в итоговом варианте этой статьи, неужели вы не понимаете, что это недопустимо, печатать подобное? Ведь эти слова, они, это уже не разговоры о том, что власть, российская власть в Чечне издевается над людьми, нарушает их права, нарушает российские законы. Это ведь уже не об этом. Это ведь прямые слова о всем чеченском народе. Если кто-то недопонял того, что там было сказано, я вам разъясню. Это гражданка Лапина, правозащитница, она говорит, что в чеченском обществе в целом у чеченцев принято так, что когда у нас, значит, в семье девушка имеет какие-то неправильные, неправильную ориентацию, мы все вместе с родственниками собираемся и ее насилуем в целях коррекции ее ориентации. Мы, родственники, собираемся и насилуем свою родственницу. А хорошие, когда мы хорошие, то есть те, кто из нашего общества чеченского лучше, чем мы, мы вот такие отвратительные тираны, а вот те, которые лучше нас, они сами свою родственницу не насилуют, а приглашают со стороны какого-то чувака, специально обученного вот эту работу, и он проводит вот это вот коррекционное изнасилование над нашей родственницей. Но это отвратительные вещи, которые высказываются вот так в редакции, которая работает по Кавказу, освещает наши проблемы. И у меня здесь вопрос все-таки именно к редакции. Неужели вы как-то не задумались над этим текстом? Во-первых, он как минимум лживый. Ни одного такого кейса в Чечне не существует. Вообще подобной практики в Чечне не существует. Это просто отвратительные вещи. Пусть приведут хотя бы один подобный кейс, когда родственники собрались и изнасиловали свою родственницу в коррекционных целях или пригласили кого-то специально обученного для этой работы. Во-первых, это ложь. Во-вторых, это оскорбление всех чеченцев. Это оскорбление каждого чеченца. В-третьих, это небезопасно для самой вот этой авторки этих слов, для этой лапиной. Это подвергает ее опасности. Вот эта вот статья. Не дай бог сейчас какой-нибудь оскорбленный и горячий юноша решит в целях возмездия совершить над ней коррекционное насилие. Эта статья, она внесет в себя очень много негативных последствий. Поэтому я бы, я сейчас хочу обратиться к, прежде всего, к чеченцам, работающим в этой редакции. Я знаю, что там есть чеченцы. Также, допустим, в том же Маршу радио работают практически все чеченцы. И это, ну, по сути, это все одна компания. Дорогие друзья, это ведь касается всех нас. Это ведь оскорбление по адрес всех нас. Попытайтесь как-то внутри поговорить со своим руководством и повлиять все-таки на эту редакционную политику Кавказа Реалии, которая в последнее время, к сожалению, оставляет только желать лучшего. Я надеюсь, у вас получится привести это все-таки в какой-то порядок, чтобы подобные оскорбительные, отвратительные и лживые статьи в этом издании не появлялись. Кавказ Реалии, часть государства США, США поддерживают права ЛГБТ и трансгендеров. Что удивительного? Да, мы ведь видели эту поддержку ЛГБТ и прочее. Это ведь не вопрос поддержки ЛГБТ. Это ведь вообще вопрос, который не лежит вообще в области реальной жизни. Это просто ложь. Это отвратительная, мерзкая ложь. Я там ни слова не говорил, я прекрасно понимаю убеждения этих обществ западных, как они смотрят на вопросы ЛГБТ, сообщества и прочее. Мы понимаем, что у нас разные взгляды в этих вопросах, но то, что у них есть такие взгляды, мы это в принципе знаем и принимаем, когда не комментируем. Но отвратительную, наглую, просто ложь, которая даже, наверное, в параллельной вселенной не существует. Подобных кейсов, когда родственники собираются для того, чтобы изнасиловать свою родственницу в коррекционных целях. Я не знаю, существует ли вообще в мире такое общество, где такое распространено, но даже если оно и существует где-то, в Чечне оно не существует. В Чечне это невозможно. Это просто отвратительная, наглая ложь, которая для выявления которой не нужно быть экспертом по Кавказу, по Чечне, не нужно. Тем более я убежден, что этот вопрос, заданный журналисткой, коррекционное изнасилование, она удивилась. Она-то задала этот вопрос, потому что сама понимает, что это чушь, что такого быть не может. Это понимает и любой редактор из Кавказ-Реалии, и любой человек. Ну как можно было такую статью выдать, я просто поражаюсь. В Африке такое бывает у некоторых племенантов. Ну я не знаю, я не специалист по Африке, но я точно знаю, что ни в Чечне, ни на Кавказе подобное невозможно. Тумсо, почему если в Чечне могут посадить на бутылку, то ты отрицаешь, что родственники могут изнасиловать? Вот я как раз ожидал, кстати, этого вопроса, думал сразу же, может быть, прокомментировать, в чем разница. Дело в том, что там идет речь о власти, когда российская власть в Чечне творит подобные бесчестия. Но даже представители этой российской власти, чеченского происхождения, даже они никогда не позволят себе собраться родственниками и изнасиловать свою родственницу. Понимаете, разница? То, что написано в этой статье, это ведь не касается власти. Там не говорится о том, что власть нарушает российские законы, применяя насилие в отношении задержанных. Это не об этом речь идет. Речь идет о том, что вот это есть такое общество, чеченцы, и у них вот это вот принято, это у них такой обычай, понимаете? Это уже наговор на целый народ, на его устои. Это вещи недопустимые. Такое себе не позволит даже представители этой мерзкой кадыровской власти. Да, даже вот те люди, которые, как ты правильно заметил, могут другого, чужого человека посадить на бутылку, даже они в отношении своей родственницы такого никогда не сделают. Потому что это все-таки вопрос родства. Несмотря на то, что они отвратительные просто преступники. Поэтому, ну, то, что написано в этой статье, я просто не смог пройти мимо этого. Я читал и удивлялся. Ну, как так? Как можно было подобное выдать в печать? Это мне напомнило вот тот фильм, редакции, YouTube-канала «Редакция», который был про Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Индушетию, что у нас вот... Ну, тоже, в общем, про какие-то семейные взаимоотношения, там, что женщины у нас, видите, ущемляют. И там тоже пустили в эфир слова, где бывшая жена одного чеченца, русская девушка, у которой не сложился брак, со своим мужем чеченцем они развелись, она переехала в Петербург, и она высказала там такие слова, что, мол, когда ты приезжаешь в Чечню, ты как будто попадаешь в планету обезьян. И вот тогда тоже задались вопросы многие, и как так? Почему редакторы пропустили это? Это ведь оскорбление всего народа. Подобные вещи недопустимы. Так американские СМИ, такие же пропагандисты, как и российские, только вектор и ночь, 62% американцев по опросам не доверяют институту СМИ. Короче, ладно. Здесь я понимаю, что у людей одна тема, Россия, Америка и прочее. Мы сейчас говорим не про это, не про Россию, не про Америку, не про пропаганду, и не про пропагандистов. Я говорю про конкретную статью и про то, что на это нужно обратить внимание. Молко. Журналисты – это сплетники и интриганы. Существа без чести совести. Не надо вообще обращать внимание и тем более принимать участие в их интригах и раздувать их сплетни. Да нет, Молко, на самом деле надо, потому что это все-таки издание, которое освещает все то, что происходит в Чечне и во многом очень правильно освещает и оказывает нам очень серьезную поддержку. Поэтому хочется, чтобы эти издания, они не скатывались на такой уровень, чтобы они все-таки как-то контролировали эти моменты и не позволяли себе выдавать в печать подобные оскорбления всего народа. А так относиться. Журналисты – это сплетники и интриганы, на них надо обращать внимание, но это какое-то мракобесие. Журналисты – это неотъемлемая часть нашего общества, и без них нам было бы гораздо хуже. Поэтому журналисты нам необходимы, они нам нужны, с ними надо работать. А хороших журналистов их надо еще и уважать и поддерживать всячески, как мы можем это делать. Канал Адат топит за то, что мы должны поддерживать права ЛГБТ в Чечне. Вступился за Тарамову, например, как ты относишься к этой позиции? Валейкому ассалям. Я думаю, это неправда, что канал Адат топит за поддержку права ЛГБТ. Я думаю, для любого чеченца вообще эти четыре буквы в такой последовательности они неприемлемы. Мне неприятно даже вот так вот об этих вещах говорить. Просто я вынужден был зачитать это как есть, чтобы вы поняли, насколько это отвратительные и абсурдные слова. А так, в целом, вы прекрасно знаете, как у нас общество к этому относится, что мы вслух даже эти вещи никогда не обсуждаем. Поэтому я не думаю, что канал Адат как-то написал топит за их права и так далее. А то, что кто и как прокомментировал ситуацию, связанную с этой девушкой, это Рамовой, я не знаю, как это комментировали Адат или другие блогеры, общественные деятели. Бывают такие вещи, которые, в принципе, не интересны. Я просто игнорирую, не залазю в эти темы. Поэтому это была как раз та тема. Я видел, что здесь есть история дочери с родителями и в ней и в ней также замешаны представители силовых структур. Я поэтому разделил этот вопрос, сказал, что то, что касается родителей и дочери, это отдельный вопрос, который вообще не стоит туда влазить и комментировать. А действия силовых структур тут, пожалуйста, если они нарушают законы России, то нужно требовать, чтобы их наказывали в соответствии с этим же законом России, которому они так свято служат, ну или должны служить. Вот в целом это мое отношение к этой теме. Томсо Лапина не говорила это про весь народ, она сказала, что такие случаи были ей знакомы. И какие кейсы ты хочешь, ты же знаешь, что никто не признается в лесбиянстве в Чечне. То, что Лапина сказала, я процитировал. Что она имела в виду и как это было сказано, пускай каждый сделает сам для себя вывод. Я думаю, что здесь все однозначно. Но я опять-таки обращаю внимание, что ее слова меня абсолютно не трогают. Для меня вообще это компания, с ней все понятно, я на них даже никогда не стал бы обращать внимание. У меня вопрос только к Кавказреалии. Мне бы хотелось видеть эту редакцию все-таки как-то контролирующей подобные моменты. Я, конечно, не за цензуру. Я не говорю, что они должны цензурировать, но я уверен, допустим, какие-то призывы к насилию, они бы никогда не пустили в печать. Если бы Лапина сказала, что нужно там уничтожать, убивать каких-то людей, они бы никогда это не пустили в печать, потому что это запрещено. Подобные моменты оскорбления целого народа, они тоже должны быть запрещены, потому что это приводит к очень плачевным последствиям. Не надо играть с огнем. А то, что там какие кейсы, но если такие кейсы есть, а я говорю, что ни одного такого кейса не будет, ни одного, и то, что там они знают такие кейсы, это ложь. И я готов, если на то уж пошло, если они хотят доказать, что такой кейс хоть один в Чечне есть, я готов доказать, что даже этот один кейс, он лживый, что его нет. Если они приведут хоть один пример, где родственники собрались и изнасиловали свою родственницу в коррекционных целях, я докажу, что это ложь, что в Чечне ни одного такого случая нет. Я допускаю, что один человек может быть тварью, я допускаю, что в семье могут быть несколько таких тварей, но чтобы вся семья, все родственники были такими, они все собрались и в коррекционных целях изнасиловали и на это смотрели нормально другие родственники в целом общество к этому относилось нормально, вы что? Вы за кого у нас принимаете? это «Интегриня» «Интегриня» «Я